Девушки отдыхают 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 Возвращение банковского процента Сегодня я хотел бы обратить внимание на законопроект, который касается митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий. В печати уже отмечалось, что после того, как Конституция вступила в силу, Дума стала принимать все больше и больше законопроектов, которые направлены на ограничение прав личностями. Предлагается внести изменения в статью 20 со значком 2 Кодекса об административных правонарушениях, дополнительные два пункта, которые предусматривают введение административной ответственности за случай ненадлежащего бухгалтерского учета тех денежных средств, которые поступили на проведение митингов и демонстраций, за несвоевременное представление отчета, за неполные отчеты, а также устанавливается ответственность за перечисление средств, за передачу средств на проведение митингов ненадлежащим лицом, ну, например, так называемым иноагентом. Но вот введение этих новых правил, введение этих новых ответственностей является ничем иным, как еще одним способом, еще одним приемом ограничить статью 31 Конституцию, которая провозглашает свободу митингов, демонстраций и шествий. Вводится, вносится, кроме того, в третьем течение будем рассматривать, законопроект о внесении изменений в статью 90 со значком 3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за неповиновение сотруднику полиции и другим сотрудникам правоохранительных органов. И, помимо того, что здесь увеличивается существенно штрафы, которые налагаются на участников этих мероприятий, остается административный арест до 15 суток. Кроме того, вводится и принципиально иной, принципиально новый вид наказания, обязательной работы. Раньше его здесь не было, до 120 часов. Ну, что я хотел бы в этой связи отметить, что для нас совершенно очевидно, что это неконституционный мер и неконституционный закон. Обращаю внимание на постановление Конституционного суда 14 февраля 2013 года номер 4. В нем специально это постановление принято по инициативе, было по инициативе инициировано его принятие, значит, было депутатами Государственной Думы в 2013 году. И здесь специально отмечается, что применение обязательных работ в качестве санкций за те административные правонарушения, которые связаны исключительно с организацией, либо проведением публичных или массовых мероприятий, может быть расценено как средство подавления инакомыслия, в том числе политического, введения данного вида административного наказания, только за нарушение установленного порядка организации, либо проведения публичного мероприятеля. «Не соответствует Конституции Российской Федерации», так вот говорит Конституционный суд, но я очень коротко привожу эту цитату. И в связи с этим, я понимаю, мы понимаем, что, конечно же, скорее всего, этот закон будет принят в третьем чтении, но мы оставляем, наши фракции оставляют за собой право, в случае его принятия, обратиться, инициировать обращение в Конституционный суд для признания этого закона неконституционным.